Привет всем! Для сегодняшней самоделки мне понадобится три вот таких вот рюкзака. Их я приобрел в магазине Галамарт. По цене 149 рублей за штуку. Там всегда есть подобного типа рюкзаки и сумки по недорогой цене, которые не жалко использовать по неназначению. Небольшие, но довольно вместительные. То, что мне нужно. Ничего лишнего, один большой карман. Для начала иду в залежи своего барахла. Нахожу не толстую фанеру нужного мне размера. Немного грязновато и когда-то я на ней что-то красил, но это не беда. Шлифмашинка все исправит. Кладу на стул и зажимаю. Шлифую. Еще шлифую. Поворачиваю другой стороной и продолжаю шлифовать. Вторую сторону зачищаю точно так же. Вот что в итоге получилось. Практически новая фанера. Инструмент сразу же очищаю от опилок, которые можно и под дерево высыпать. Дальше размечаю будущую заготовку. В моем случае заготовка имеет вид ромба с закругленными углами. Для обрисовки углов воспользуюсь газовым баллоном и старым диском по металлу чуть большего диаметра. Отпиливаю все лишнее электролобзиком. Сразу же убираю весь мусор за собой, чтобы в дальнейшем не создавать себе дополнительную работу. С одного края заготовки выпиливаю небольшой проем. В дальнейшем вы узнаете зачем он. Края также выравниваю электролобзиком. Шлифмашинкой шлифую края заготовки и закругляю их. Теперь мне понадобится металлическая полоса на 20. Для начала очищу ее от ржавчины. Размечаю 4 отрезка 2 по 20 сантиметров и 2 по 15. Отпиливаю и шлифую края закругляя все углы. Далее придаю им нужный изгиб. Форма изгиба так же как и заготовка сугубо индивидуальная и подгоняется по месту где и будет применяться. На каждой заготовке отмечаю места сверления, накерняю и сверлю отверстия нужных диаметров. На разных заготовках они разные. Вот такие четыре крепления у меня получились. Далее при помощи аэрозольного баллончика покрываю все детали черной краской. Теперь в ход идет карпет на клеевой основе. В моем случае темно-серого цвета. Прикладываю деревянную заготовку и ножницами отрезаю все лишнее для удобства дальнейшего приклеивания. Убираю фанеру, снимаю защитную пленку и прикладываю фанеру нужной стороной к карпету. Загибаю края и приклеиваю их, хорошенько проглаживая. В углах карпет нарезаю небольшими отрезками и с небольшим натяжением приклеиваю их внахлёст друг на друга. Чтобы карпет лучше держался и в дальнейшем не отклеивался, прохожу по краю монтажным степлером по всему периметру заготовки. С помощью канцелярского ножа отрезаю все лишнее. Остатки клея с некоторых поверхностей можно убрать этой же клеящей основой. Продолжаю отрезать все лишнее и пристегивать карпет степлером. Переворачиваю заготовку и проклеиваю карпет разглаживанием от центра к краям. Из старого незрачного куска фанеры у меня получилась красивая и мягкая на ощупь панель. Далее в нужных местах я прикрутил металлические заготовки, которые к этому времени уже подсохли. Места их прикручивания также зависят от места, куда будет устанавливаться эта панель. Теперь я приступаю к самому важному. Но для начала у всех трех рюкзаков нужно отрезать лямки под самый корень. Беру ножницы и отрезаю. Прикладываю рюкзак к готовой панели и пристегиваю по периметру степлером. Так я поступаю со всеми рюкзаками. Самоделка готова и пора ее установить на свое место. Крепиться она будет в моем автомобиле. В нише бокового стекла багажника с левой стороны. В верхней части панель крепится на штатные болты, когда-то установлены здесь ремней безопасности и ручки. В машине имеется инвертор на 220 вольт. Грех не воспользоваться. Подключаю электрошуруповерт и с его помощью креплю панель на 4 самореза. В нижней части которой крепится к деревянной панели, также обшитой карпетом. Вот такая панель с тремя вместительными теперь уже карманами у меня получилась. Я считаю это отличная идея для автомобиля предназначенного для кемпинга, на котором часто путешествуют или даже просто выезжают на природу. В них можно разместить много нужных вещей, которые не будут болтаться по салону, таких как запасная или теплая одежда, спальники, матрасы, мыльнорыльные принадлежности, столовые приборы, фото и видеотехника, если вы любитель поснимать себя и окружающий вас мир. Бегунок на боковых карманах мне пришлось перевернуть, чтобы замок начинал расстегиваться в верхней части и из сумки ничего не вываливалось. В скором времени я обязательно заполню их всем необходимым. Ну а вам всем спасибо за просмотр и до следующих встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok